и просто затрагивать не будем в первую очередь мне хочется рассказать вам почему я вот решил проголодать 21 день без воды потому что люди они спросили и это я считаю основным вопросом для чего мне это было нужно на потом ну вроде как все в порядке со здоровьем сыроед до организма численный проводилось много очень разных оздоровительных мероприятий в том числе эти паразитарных по очищению организма по ощущению всех моих органов естественно вот свои 50 под почти уже два года я чувствую себя как 25 все в порядке занимаюсь активно спортом и тем не менее вот это желание которое меня давно уже сопровождает проголодать испытать себя на более длительных сроках именно насухо она присутствует уже давно единственное что конечно не было на это возможности потому что у нас как вы знаете рождались дети один за другим и вот позволить себе уехать куда-то и начать голодовку на природе я к сожалению не мог длительно да вот и только вот сейчас когда уже немножко появилось больше времени и появились возможности так все сложилось что я вот все таки организовал и пространство так помогло подтолкнула проголодать 21 день вот получил такой вот потрясающий опыт для меня вот если честно я когда-то изучал труды разных голодальщиков нашей современности да скажем так вот впечатлил меня опыт одно время леонида щенникова который в принципе идею сухого голодания он один из первых начал продвигать так активно в массы и вот когда он написал свои книги о том что он проголодал насухо 22 дня для меня это было честно говоря космос просто я не представлял как это возможно и зачем тоже мне бы был вопрос зачем это нужно в принципе достаточно все проблемы со здоровьем решать такими вот ну более короткими но регулярными голоданиями в принципе что я и практиковал на протяжении вот последних пяти лет регулярно как вы знаете провожу каждый месяц группы голодание где мы голодаем три дня насухо с антипаразитарным воздействием антигрибковым там и иммуностимулирующими эффектами и наверное все таки благодаря вот этому опыту да вот созревала такая желание проголодать дольше испытать силы и посмотреть что же там ну вот как себя чувствует тело причем не только на физическом плане вот в этом состоянии когда человек добровольно отказывается от пищи от воды сразу скажу что у меня были конечно же опыты и я 40 дней голодал на воде был такой опыт когда был еще на традиционном питании на обычном потом на вегетарианстве голодал 10 11 дней насухо ну то есть был подготовлен и конечно же в первую очередь я не хочу никому рекомендовать длительные сроки голодания если человек не шел к этому осознанно и если он не чувствует к этому желание самое главное понимание что его может ждать на пути вот на наших курсах где мы голодаем три дня я подробно рассказываю все нюансы которые могут быть и самое главное человек получает тот опыт нужный который ему потом дальнейшем поможет развиваться в этой теме то есть будет у него желание двигаться дальше там усиливать эти практики или нет все зависит от того как пойдут хотя бы вот трехдневные голодания и в принципе вот на этом курсе человек узнает те нюансы своего состояния которых он принципе нам и не догадывается повседневной жизни то есть нужно поставить себе в более жесткие рамки иногда для того чтобы понимать где у тебя есть слабые места на чем еще придется поработать что усилить как дополнительно помочь своему организму ну конечно же у меня было желание чтобы мое тело помолодело да я я считаю что я добился этого результата и реально ощущение молодости очищения она очень мощная ну конечно уже потом на выходе принципе вот всего пять дней как я восстанавливаюсь 29 я вышел из 20 дневного сухого голодания и вот за эти пять дней принципе уже практически полностью восстановился на соках уже даже позволяю себе иногда твердую пищу фрукты и мое тело справляется очень легко с этим то есть как только я пару дней назад начал подключать фрукты моно то через 12 часов у меня уже появился самостоятельный стол то есть это признак хорошей работы кишечника то есть он включился и тот дисбактериоз который был сформирован на протяжении 21 дневного голодания он в принципе был организмом достаточно быстро решен вот и общем получил удовольствие от того что я сам самостоятельно сходил туалет по большому все естественным путем то есть оказывается от этого тоже можно получать огромное удовольствие потому что я уже даже забыл как это делается и сразу скажу что мое сухое голодание но не было жестким то есть я пробовал несколько дней голодать без контакта с водой но здесь еще жаркий климат во вьетнаме и конечно же это очень сложно переносится поэтому у меня был мягкий сухой голод то есть я не пил не ел но были регулярные очищения кишечника клизмами причем антипаразитарными в том числе я принимал душ я мог искупаться в море хотя последнее время не хотелось уже купаться вот как бы и особо даже контактировать с водой но принять душ там один раз в два в три дня желание было мощное поэтому я себе в этом не отказывал ну естественно чистил зубы полоскал рот и когда от сильно чувствовал сильное обезвоживание просто очищающая клизма с водой она помогала справиться с этим состоянием естественно а вот эти ощущения когда твой организм включился в глубокую чистку ну например вот очень очень мощная чистилась печень то есть несмотря на то что она у меня там не засорена как допустим у обычного человека к 50 годам тем более да то любом случае я понимаю что все равно мы какую бы полезную пищу здесь не ели так или иначе она не пусть небольшим количеством химикатов которые попадают из почвы и воды пусть из воздуха мы получаем из моря но в любом случае организм загрязняется может быть он не загрязняется так интенсивно допустим как в других странах с более неблагоприятным экологическими условиями но тем не менее загрязнение происходит и вот вот эта чистка она подсказывает что действительно такое голодание она очень 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 способствует тому что ты переходишь на другой уровень здоровья то есть вот вот эти инсайты которые приходили во время голода и подсказки причем очиститься не только физическое тело на эмоциональный фон то есть выходит негативные блоки зажимы которые накоплены еще с детства может быть а у кого-то на протяжении всей жизни и все это очень мощно очищается выходит из тебя ты ну чувствуешь себя совершенно по-другому то есть и вот это состояние которое потом уже на выходе на тебя накатывает это чистоты и свободы легкости и кори она незабываемо и самым главным она мотивирует дальнейшем развиваться на на тему вот лечебных голоданий оздоровительных процессов в этом плане потому что ну потрясающие совершенно потрясающие ощущения я конечно же вот кстати завтра у нас будет начала курса опять друг по тридневному голоданию курс десятидневный я там будут подробно всем участникам рассказывать вот эти все вещи которые со мной происходили потому что она вот в рамках даже час часовой встречи это сложно очень передать то есть те моменты которые у нас происходят на голоде они очень индивидуальны и если вы правильно грамотно подходите подготавливаетесь потом правильно выходит даже тридневное голодание но дает очень мощный вот представьте 21 день то есть в принципе я могу его сравнить с теми ощущениями которые человек получает на 40 дней водного голодания кто-то говорит что сухое голодание она приравнивается один к трем один день сухого приравниться к трем годам водного классического голодания но у всех это происходит по-разному то есть вот у каждого будет свой личный опыт и самое интересное знаете когда-то я познакомился с такой информацией что человек может голодать до такого состояния пока у него полностью не очистится язык и пока у него не включится волчий аппетит то есть чувство голода она на голоде не присутствует то есть когда запускается глубокая очистка чувство голода пропадает и даже чувство жажды пропадает всего нет просто вы чувствуете обезвоживание и ну слабость из-за того что воды не хватает организму но жажды как таковой не было мне пить не хотелось естественно есть тоже и я ожидал вот этого чувства волчьего голода и вот она к сожалению так она и не пришло то есть даже на двадцатый двадцать первый день своего голодания я не чувствовал желание есть не чувствовал желание пить и просто мне уже хотелось выйти из этого состояния все и даже честно говоря первый глоток воды был невкусным и самое главное что мой организм он был готов продолжать но просто уже не было возможности еще более длительно входить в такую чистку поэтому я оставил наверное это на следующий раз на следующий опыт и может быть следующий заход у меня будет 30 денег а может быть и 40 дней сухого голодания посмотрим как она пойдет но я этого хочу то есть вот после вот этого опыта я хочу идти дальше посмотреть что там и это очень вдохновляет поверьте то есть вот стоит того и наверное все таки дойду я до такого момента когда включится действительно желание вот волчий аппетит который мне так хочется испытать но самое интересное что на протяжении всего года мой язык был розовый и чистый вот такой как сейчас от он был весь голод такой то есть не было вот прошлые голодания они сопровождались белым налетом и я понимал что есть активность грибов в теле самом начале года я сделал несколько клизм с перекисью водорода которые полностью подавили но до этого просто были тоже много проведено антигрибков программ и вот мой иммунитет настолько мощно включился на голод и что он подавил активность грибков и не вообще мне не досаждали никак причем остальных паразитов я тоже не видел с клизмами обычно у людей выходят различные там мертвые паразиты разные виды там гельминты вот у меня ничего подобного не выходило просто когда очищалась печень выходила старая желчь черного цвета то есть вот это прямо чувствовалось печень она как бы дышала как легкие и вот она выбрасывала после каждого такого выдоха выбрасывала старую желчь чистили желчные протоки и мелкие такие вот я бы с не сказал что это камушки но это скорее всего желчь которая образовалась в комки когда она выбрасывалась и выходила опять через скатываясь по кишечнику и выходила естественным образом но так как организм не может сам выбрасывать эти все токсины и грязь так ну перистать к уже не работает во время голодания то мы должны помогать нашему телу очистительными клизмами это важно вот я сразу хочу на это обратить внимание и честно говоря для меня пока вот загадка как люди голодают длительно насухо вообще без клизм и без контакта с водой ну неужели у них настолько чистые организмы то есть вот и либо они терпят эту интоксикацию что в принципе я считаю делать не нужно потому что опыт голода не пройдет негативным оттенком то есть вам скорее всего желание больше дальше голодать длительно не будет потому что вы постоянно будете вспоминать вот эту дикую интоксикацию эту дикую слабость и бессонные ночи то есть они у меня тоже частично были но в целом то есть все было более-менее ровно то есть я высыпался ну конечно был сонный дневной был отдых днем то есть иногда когда накатывали такие приступы но по большому счету я считаю что я вел полноценный образ жизни весь 21 день ну первые неделя я голодал на природе то есть чтобы вообще никак не контактировать с едой чтобы влиться знать вот в это состояние что мне очень помогло и дальше так как вот стало просто ну тоскливо находиться вот где-то в каком-то уединенном месте дальше я голодал вот вместе с семьей естественно они меня поддерживали они меня я хочу очень поблагодарить свою супругу которая меня разгрузила полностью от всех домашних дел она сама ездила продуктами готовила детям ну и я практически не контактировал с едой что мне не провоцировал но тем не мне хотелось быть вот именно семьей и заниматься хотя бы другими домашними делами что отвлекало и что позволяло времени течь быстрее потому что на голоде она как бы приостанавливается и может быть это тоже для некоторых людей будет таким вот фактором когда вот просто не знаешь куда себе деть вроде бы и делать ничего не можешь особо сконцентрироваться иногда не можешь но времени вагон и ты его не знаешь куда опять же по направить так вот лучше быть все время быть при каких-то делах то есть все равно как-то себя занимать сесть ты не можешь читать если не можешь работать если не можешь получать новую информацию то есть все равно себя нужно занять чтобы время было бы шло быстрее иначе просто морально очень сложно выдержать длительное голодание нюансов на самом деле действительно очень много и рассказывать здесь можно бесконечно я вижу это огромное количество вопросов которые вы пишете сейчас светлана мне поможет на них на самый интересный поотвечать голос за кадром за кадром здравствуйте я буду засчитывать с другого телефона своего ваши вопросы и владимир будет рассказывать так хорошо бывают такие вопросы на которые можно целый час отвечать голодание печень чистится да не печень я уже об этом сказал и вы знаете но это мой первый такой опыт длительного голодания я скажу что печень чистится просто потрясающе вот ну ну я не знал лучше эффекта очищения вообще всего организма и частности нашего основного фильтра печени как на голоде но конечно же это надо делать не сразу у меня печень была подготовлена и я проводил много чисток по в том числе по нашей системе и много пил желчегонных трав при всем и на входе в голодание желчегонные травы присутствовали и на выходе то есть я эту чистку запускал еще предварительно помогал и плюс делаю иногда клизмы желчегонными травмами для того чтобы спровоцировать печень на очищение то есть и все вот эти методы применяешь ну эффект просто потрясающие очистки печени самое интересное что теперь я прямо чувствую как мой метаболизм благодаря более чистой печени как он ускорился в разы просто то есть вот пища буквально сгорает там съедаешь там что-то и и все проходит ну очень быстро все усваивается полноценно и насыщает гораздо сильнее быстрее чем например до голода то есть и и так в принципе все было порядке но сейчас метаболизм просто как вот у молодого парня 20 лет вот просто супер ощущения поэтому печень если она еще подготовлена начисто на голоде просто потрясающе многие спрашивают про выход твой вообще я планировал выходить как минимум 10 дней на соках и в принципе я всегда рекомендую на длительных голоданиях если вы допустим 20 дней голодайте либо даже 10 дней голодайте да это длительный год уже вот после первой недели уже длительный голод считается то есть до 7 дней еще принципе там метаболизм и вообще все пищи при пищи но вообще функции кишечника они не так быстро сворачиваются да не успевают полностью но уже когда там больше недели то конечно же медленно очень нужно потом запускать это ну как бы рекомендации в основном для всех хотя если вы даже в первый день выхода очень медленно разжуете какой-то фрукт и очень медленно его проглотить не будете запихиваться и кусками глотать то ваш кишечник все равно справится да он не усвоится больше транзитом проходит но то есть но это это факты я вам сразу говорю я это тестировал на себе то есть это можно делать но просто очень аккуратно лучше всего до выходить естественно на разбавленных соках сначала потом на можно уже более концентрированных потом вы подключаете овощные соки то есть постепенно постепенно за подключайте включайте печительный процесс да и как минимум дал на длительном голодании нужно 50 процентов от срока общего голодания выходить на жидком питании все это запомните это очень важная информация потому что первые два дня вас будет просто одолевать желание все попробовать то есть вот это желание еды как такового нет но включается наш активный ум потому что вдруг стало можно ну до этого же так долго было нельзя и как-то он с этим смирился но теперь уже можно ты же на выходе и он начинает провоцировать о вот это хочу вот это но чтобы вы не посмотрели на любой фрукт вам хочется обязательно хотя бы кусочек но разжевать и съесть вот нужно первые два дня перетерпеть это очень важно и потом ваш организм принципе он соками достаточно быстро свыкнется ему будет комфортно и уже желание такого вот твердой пищи не будет то есть в принципе в основном я на жидком питании в основном на соках в основном на цитрусовых ананасовый сок тут яблочный все это все доступно и ну вот совсем чуть-чуть может быть там один персик я себе позволил где-то на пятый день выхода просто в качестве эксперимента и особо я сейчас твердую пищу не употребляю потому что понимаю что все таки вот ну еще кишечник полностью не готов не созрел то есть нужно более длительный период времени для его восстановление но то что вам прям плохо будет от него неплохо не было нагрузки сильными не было я очень долго ел дам там нектарин который мне просто очень хотелось вот запах меня просто сводил с ума вот я его себе позволил ну и в принципе все организм справился и после этого уже там на следующий день было небольшое количество естественного стула то есть принципе кишечник вот так вот запускать дальше пью просто разные соки еще не подключал не зелень и смузи ну стараюсь как бы вот более легкие соки кисло-садки фруктов вы несколько лет на сыроедение при таком питательной печень все равно загружается да к сожалению я не могу сказать что за десять лет сыроедения моя печень полностью очистилась к сожалению даже я и помогал чистками или а специальными там по нашим методикам на травах на маслах хороших качественных и все равно печень загружается потому что ну у нас сейчас такие условия жизни во первых фрукты они не могут быть идеально чистыми согласитесь что мы не знаем где они выращены как они удобрялись или нет да мы стараемся самые экологические фрукты использовать но тем не менее все равно фрукты и овощи которые вы управляете они содержат себя всякие химикаты они выводятся данного много чего остается в печени и вот нужно периодически ей помогать очищаться то есть и причем это не только голодом а нужно целенаправленно к этому подойти то есть проводить регулярные чистки и плюс потом голоданием дочищать вот это самая лучшая практика многие спрашивают можно ли еще подключиться да кстати на курс вы можете подключиться даже завтра принципе у нас первые дня такие более релаксовым просто переходим на жидкое питание я все подробно завтра на встрече расскажу лучше конечно сегодня чтобы вы успели попасть себя вас добавил группу в ватсап встречи проходят двух группах ватсап первое которую вы попадаете там вся информация выставляется то есть все рекомендации на каждый день во второй группе мы все там общаемся с участниками и я там отвечаю на важные вопросы кроме того можно мне личные вопросы задавать на мой личный ватсап если есть какие-то моменты которые действительно нужно быстро и срочно решить то есть причем вы здесь на курсе можете выбрать сами вариант участия не обязательно голодать насухо можно проголодать три дня на воде можно вообще все 10 дней курса пробыть на соках но выполняя все рекомендации все равно получите очень хороший мощный эффект поэтому для того чтобы научиться голодать правильно я вам очень советую пройти хотя бы один курс и получить вот эту всю массу информации очень нужно очень полезной проверенной выверенной там уже да за за пять лет она отшлифована настолько что она работает практически для всех и вот вы получив эти все данные они сами останутся группу я не закрываю всегда можно к ней обратиться вы сможете голодать самостоятельно и получать от этого только стопроцентный результат подскажите почему начинается мигрень с рвотой на первом дне голода вы знаете мигрень с рвотой может начаться даже на первом дне сокового периода то есть вы только подключаете жидкое питание то есть вы облегчаете питание вас уже начинаются головные боли уже начинается тошнота у кого-то рвота ну в разные симптомы это просто говорит о том что ваш организм он очень давно нуждается в очищении и когда вы даете ему более легкое питание то количество энергии которая обычно уходит на переваривание тяжелой пищи она направлена на очищение то есть очень мощно запускается чистка и естественно сразу же приходит вот эта интоксикация плюс у вас скорее всего есть застой желчи есть застой в основных наших привратниках которые не работают которые уже задеревенели которые нужно обязательно массировать разминать делать более эластичными чтобы у вас там все пришло в норму и так как вот этот застой он уже сформирован достаточно давно просто на обычном питании вы его не чувствуете то здесь вы уже ощущаете все это в полной мере конечно же первую очередь головные боли начинаются именно этой интоксикации то есть вот когда организм выбрасывает основную часть шлаков уже давно который должен был выбросить но не имея возможности это сделать он выбрасывает это как только вы облегчаете питание то естественно вы сразу получаете интоксикацию вот нужно быстро сразу принимать меры нужно это все вымывать головные боли и мигрени как правило снимается очень быстро двумя-тремя клизмами правильно поставленными дать там через определенную периодичность продавление живота размягчением сфинктера ауди как минимум там других сфинктеров и принципе сразу же становится намного комфортнее идти дальше даже даже я говорю пока что не про голода про сока про соки и про более легкое питание ты не пугай людей это это в основном вот сейчас на курс я практически беру всех есть ряд противопоказаний там таких и но их достаточно мало и конечно же я за пять лет насмотрелся очень много чего как у кого что проходит если человек он ну был очень далек от оздоровления да если у него питание было обычное традиционное и он начинает голодать это тоже возможно причем иногда такие люди таким людям как ни странно голодать легче чем другим которые ну более здоровы но это связано с рядом причин там первых индивидуальности может чистка не запуститься быстро сразу но тем не менее практически все проходят программу и не обязательно прям что у вас такая будет дикая интоксикация с дикими головными болями да это присутствует это в пределах нормы но есть рекомендации которые позволяют облегчить состояние даже иногда их полностью снять так что не бойтесь и не переживайте пробовать и учиться то есть по-другому никак не получится это сделать никто за вас голодать не будет то есть только личный ваш опыт он вам позволит понять и осознать насколько сейчас ваше тело нуждается в помощи как разбавлять соки ну мы начинаем вообще с жидкого питания и потом полностью чистим кишечник по всей длине для того чтобы вот как раз вот снизить всю интоксикацию на голоде то есть на чистый кишечник как правило и голода не эффективнее проходит и легче переносится и потом уже после чистки кишечника мы начинаем пить разбавленные соки без мякоти но обычно разбавляем наполовину то есть поначалу это кажется невкусным но быстро ведь привыкает и вы адаптируетесь и вам даже на половину разбавленный сок уже становится приятным на вкус и принципе этого достаточно насыщает чем менее интенсивное питание чем быстрее вы его по интенсивности снижаете тем быстрее у вас запускается вот эта чистка и тем быстрее у вас потом перейдет вот этот организм на этап внутриклеточного эндогенного питания то есть именно самые эффективные последние полтора суток на трехдневном голоде потому что первые сутки я еще считаю входом голодания несмотря то что вы голодаете уже но это еще организм готовится переключается и потом уже начиная со вторых суток у вас уже включается полностью процессы по регенерации восстановлению по очищению но вот уже самые глубинные такие мощные процессы ради которых мы в принципе голодаем ну как правило я советую хотя бы за неделю облегчить питание но это убрать хотя бы самые тяжелые продукты и продукты животного происхождения все жареное мучное там это понятно да кто питается более-менее нормально нам на веганском на сыром питании то просто больше соков больше клетчатки и перестать есть там после пяти вечера да даже если у вас так желательно стараться ну по максимуму облегчить для организма вход в дальнейшем в голод потом мы но даже если вы этого не сделали принципе четыре дня входа такого как у нас на курсе и вот достаточно для того чтобы три дня проголодать полноценно гепатит b вы лечите голодом можно или просто чистка печень по нашей схеме по поводу гепатитов был разный опыт естественно тоже все очень индивидуально потому что мы не знаем кроме гепатита что еще в организме да какие накопленные проблемы но то что ничего невозможного нет конечно же я могу сказать на все сто процентов то есть если вы подойдете комплексно к решению данной проблемы то здесь вам поможет но не только голод поймите что вот не нужно упираться во что-то одно кто-то хочет гепатит вылечить сыроеденем кто-то хочет гепатит там или другое заболевание вылечить чисткой печени кто-то хочет вылечить там какими-то бадами да но и считает что этого достаточно к сожалению это не работает вот когда вы подключаете все комплексно когда вы и питание и чистки и антипаразитарки и потом все это усиливаете голодом который вот как раз как экзамен у вас то есть той проделанной работе которую вы уже сделали и он покажет где еще слабые места остались что еще на чем еще надо поработать и естественно усилить тот эффект оздоровительный которую вы делали до голода то есть вот и тогда можно вылечить любое заболевание ну зависимости конечно на какой фазе развития она находится какой у вас возраст и вообще насколько у вас хватит жизненных сил насколько ваши энергетические источники еще не истощены то есть здесь конечно все индивидуально я не могу сказать что можно вылечить там последние стадии онкозаболевания когда человеку уже 60-70 лет с писами я думаю это понимать и точно так же и с другими болезнями так что все очень ну ну все относительно но то же время я считаю что ничего невозможного для человека который желает получить хорошее здоровье ничего невозможного нет какого возраста можно практиковать голодание с любого возраста можно практиковать голодание просто у кого-то организм более готов да ну я имею ввиду с 18 лет да то есть я не рекомендую голодать хотя это тоже реально там вот детям и подросткам ну просто там нужен более индивидуальный подход поэтому на курсе естественно я не беру и у них еще ну как бы сознание но она не на том уровне чтобы полноценно воспринимать вот те негативные стороны от голода которые могут проявляться то есть люди уже должны быть более сформированной личностью прежде чем начинать голодать и понимать осознанно для чего они это делают поэтому беру с 18 лет до до 60 потому что дальше наверное там опять же нужный индивидуальный подход если ты не значит что там 70 лет голодать нельзя или 80 я считаю что голод он доступен для всех но нужна грамотная подготовка нужно правильная оценка своего состояния нужно не нужно фанатичного подхода там только когда человек никогда не голодал а вот я внука я поголодаю сразу там 15 дней а почему владимир проголодал 21 а я вот тут я тоже значит могу да ну я когда-то ну по молодости дату считал что в принципе да тоже все могу почему нет но получив по голове пару раз и поняв переосознав да то есть я понимал что нужно более осознанный подход то есть и первый опыт он ну практически у всех он не самый позитивный поверьте на то есть в любом случае вы учитесь на своих ошибках и очень важно если рядом есть человек который вам подскажет что мне приходилось все по крупицам собирать самому отшлифовывать все на своем опыте перепроверять естественно были голодание которые давали больше вреда чем пользы и это все ну наверное пошло все таки на благо в конце когда я вот мог могу проголодать спокойно 21 день и кроме пользы но вот этого ничего не могу сказать что я получил из негативных факторов то есть никак это не повлияло потому что есть люди голодающие неправильно неправильные в их выходящие которых но просто потом очень сложно восстанавливать после такого печального опыта у которых такие процессы уже начинают запускаться чтобы вытащить их оттуда ну очень-очень труд девушка пишет что восхищается твоей силой воли другая девушка пишется что стал худее но грустнее но это это пока третья пишет что хочет вас тебя покормить спасибо спасибо я сыт да в общем скажу вам так девушки что ну благодарю конечно за поддержку за морально но честно говоря да вот по поводу там грусти печали мысли о суициде это все может присутствовать и это все в пределах нормы я четко помню как там на определенном этапе голодания вот у меня вот в этот голод был кризис на 15 16 17 день то есть было действительно очень сложно тяжело и такие мысли приходят голову но просто вообще мама не горю что называется и сейчас я просто с улыбкой на это все смотрю а тогда это казалось настолько реальным то есть вот прямо там мысли о том что все жизнь закончилась нет смысла да и продолжать там суицид и прочие вещи это это тоже как бы все из-за того что чистится эмоциональный план и потом постепенно постепенно вы выходите из этого состояния на голоде всех как бы немного грустнеют такие вот становятся более печально этой может быть кто-то мрачноватый и это все все в пределах нормы но было очень много случаев когда люди потом вот уже на выходе получать столько позитива что это вот перекрывает с лихвой весь всю эту грусть тоску на голоде и в основном знаете что работает здесь наш активный ум у которого забар забрали самую любимую игрушку самая любимая игрушка это что еда вот как же так я без еды и ну ладно там без еды ну как же я даже без воды и без соков ну как же так и вот он начинает нас прессовать вот этими грустными мыслями о том что теперь все жизнь не имеет никакого смысла ну вот если у кого-то особенно у людей зацикленных на еде это наверное основной такой смысл до получить удовольствие через пищу и тут вдруг он лишается этого удовольствия все жизнь блекнет никаких ярких красок нет и конечно все начинают грустнеть и конечно у всех мысли такие появляются и ум и все депрессию он нагоняет то есть обязательно нужно подключать дыхательные практики медитации нужно ощелачивать свою кровь потому что на голоде так или иначе она закисляется нужно но позитивные какие-то мысли привносить вот в свое состояние то есть это природа это купание водопаде например да там то есть вот какие-то такие всплески купание в море там в океане которые энергетически тебя напитывает поддерживает и вот такой ты грустный заходишь такой печальный еле бредешь в этот океан думаешь купаться или не купаться поплавал 10-15 минут выходишь я совершенно другое состояние то есть ты отдал вот этот негатив вот этой мощи и вот эта энергетика океана она тебя подпитала поддержала наполнила и ты выходишь обновленный и у тебя улыбка на лице и вот это круто работает очень то есть это все вещи нужно просто понимать и тогда грусть тоска пока пока стихами заговорил во время голодания какие-то духовные практики да я мне есть несколько любимых медитаций и вот я на курсе тоже их даю которые очень хорошо работают которые я практиковал на випассане есть дыхательные практики которые наполняют энергией которые разгоняют кровь помогает ее более щелочной сделать то есть вот это все очень нужно подключать очень важно и тогда ваш голод он пройдет не только эффективно но и намного-намного легче то есть не нужно упираться в свои проблемы и вот прямо зацикливаться в них лелеять их и холить и переживать и беречь чтобы не дай бог они вот никуда не делись то есть часто люди делают такую ошибку естественно голодать им очень сложно в этом состоянии то есть и поэтому они срываются они выходят они не хотят голодать следующий раз потому что вот это состояние но депрессия но очень тяжело морально и даже на у на состоянии допустим вашего физического тела это не так сильно отражается как вот именно на вот в моральном фоне поэтому нужно помогать нужно обязательно себе отдавать отчет в том что без помощи практиками будет очень-очень сложно но я говорю о длительных голоданий трехдневная там мы в любом случае этому учимся да но там все равно не такой длительный срок не так глубоко вы входите все во все эти состояния поэтому ну там нужно более легче да там не так часто не может быть не так интенсивно эти практики применять но они все равно нужны с болезнями почек и с удаленным желчным голодать можно с болезнями почек и с удаленным желчным и даже чистить печень можно с удаленным желчным тоже у нас кстати на программа происходит если вы не знаете то один или два раза в год мы создаем такой месячный курс по комплексному оздоровлению организма с очень такой мягкой но тоже время эффективной чисткой печени и вот там как раз тут мы рассказываем тоже об этом что можно и с удаленным желчным и с болезнями почек и с другими какими-то проблемами со здоровьем можно в любом случае проходить эту программу потому что она на травах она оздоравливает весь организм и и она помогает подготовить вас ваше тело к тому что дальше вы можете усиливать свое здоровье вот как раз вот сначала короткими потом более длительными голоданиями причем не раз уже было замечено что после чисток печени а вот например там люди приходят на курс голода голодать до этого никогда чистки печени не делали потом они узнают об этом им интересно они проходят допустим курс по очистке печени причем некоторые несколько раз кто-то проходит потом самостоятельно и приходит снова на голод я вижу это совершенно другие люди они потом сами дают обратную связь о том что у них на этот раз голод ну совершенно иначе протекает то есть они такие эффекты получают то есть такое состояние и настолько легче вообще все переносится и конечно это говорит уже о многом какие травы нужно подготовить для курса голодания вообще там большой список трав я не буду сейчас их все рассказывать вам принципе если вы решитесь то я вам скину список надо мне написать просто в ватсап после встречи света выставил мой ватсап вы пишете мне прямо отличное сообщение что вы хотите я вам скинул список трав реквизиты для оплаты и у нас кто не успевает кто поздно подключается есть укороченный список то есть мы можем проголодать весь курс по сокращенному списку там буквально три-четыре наименования это тоже будет эффективно но тем не менее проходя курс вы увидите как использовать остальные травы успеете их закупить допустим там на следующий раз когда будете голодать самостоятельно и имея всю информацию пройдете уже более полно программу и получите еще более выраженный эффект причем я вам рекомендую все-таки покупать травы у нас в магазине потому что так как мы их выбираем так как мы их ищем так как мы их проверяем да не делает никто и у нас травы столько этого года и у нас травы только людьми собранные которые любят это тело и которые там каждую травинку каждую цветочек каждый листик они с любовью срывают и только в экологически чистых местах и нужные периоды то есть эти травы работают то есть когда мы человек получает список трав идет в аптеку грубо говоря ли там заходит какой-то магазин интернет магазин трав и покупает эти травы то есть гарантии никакой нет что будет тот эффект который нужен когда покупается эти травы у нас магазине то есть это стопроцентная гарантия это самые лучшие травы которые мы только можем найти сейчас что много вопросов нет сколько ушло килограмм вы знаете что интересно у меня полностью остановилось падение веса на девятнадцатый день три последних дня года у меня вес вообще не падал для меня это была такая потрясающая новость никогда такого и не не испытывал то есть ну это очень хороший показатель да вот кто-то мне сказал там и что все ты на правду перешел можно уже дальше не есть и не пить но на самом деле организм адаптировался у меня обычно когда я голодал тот максимум 10 дней на сухо у меня в среднем уходил по килограмму в сутки то есть я терял за 10 дневный год почти 10 килограмм сейчас за 21 день я потерял 13 килограмм сейчас уже утре вернулась обратно но можно считать что три это воды то есть те же 10 килограмм но уже за 21 день не потерял ну по полки у грубо говоря хотя были дни когда вообще вес не уходил и очень комфортная была потеря веса то есть не было такого жесткого обвисания кожи там ну организм успевал восстанавливаться все подтягивать то есть ну вот как-то не было такого страшного изможденного вида в этот раз потому что бывало когда даже после курса 10 дневного голодания я выглядел ну просто честно говоря очень ужасно страшно было стыдно показано на глаза людям а теперь после 21 дневного мне наоборот хотелось чтобы меня увидели посмотрели и сравнили какое был до и после да вот кто-то он сказал что все это теперь модель можно на подиум выходить рекламировать одежду то есть вот стройная фигура подтянута помолодевшие и конечно же я этому очень рад ну кто не хочет быть красивым и молодым и смотреться здорово там после 50 лет у меня всегда была мечта жить долго и быть в хорошей форме это важно я отвечу алла пишет камни в желчном если можно чистить печень и алла на самом деле для того чтобы чистить печень нужно подготовиться желательно пройти по рекомендациям я писала посты про камни в желчном не так давно полистайте посмотрите как дробить камушки вся информация есть а потом переходить на чистку печени так было бы хорошо дефицит b12 и ферритина поможет голод вы знаете если уже дефицит сформирован достаточно давно то конечно же желательно сначала решить этот вопрос а потом голодать потому что на голодание часто бывают в обострении если у вас есть серьезные проблемы уже накопленная дата голод может их усугубить и вот не стоит с этим вопросом экспериментировать если у вас уже дефицит есть то есть причина голод не может убрать эту причину допустим тем более краткосрочный голод но причина может быть допустим большой активности паразитов которые выедают у вас не дают вам вашему организму вырабатывать допустим тот же b12 и ферритин и прочие элементы и получать их полноценной из пищи поэтому нужно поработать к минимуму с паразитами со своими максимум ощелочить кровь пройти замасливание почистить хотя бы кишечник для начала несколько раз то есть облегчить питание то есть проделать предварительную работу и потом голодом можно этот весь эффект усилить то есть решить вопрос вот таким образом а не подождать пока у вас там все накопится да и уже будет как бы критический момент а вы жите ну все я сейчас поголодаю и вопрос решится да не решится а может быть еще усугубиться даже поэтому я не рекомендую привод серьезных уже каких-то проблемных дефицитах и истощениях сильных то есть голодать можно допустим при недоборе даже веса и когда вы понимаете что вам тяжело вес набирать да то есть это просто решается голодом косвенно начале запускаются процессы но когда уже истощение когда уже явный признак того что не хватает основных микро-макроэлементов конечно же голодать не нужно потому что это будет большим стрессом организм не сможет выкарабкаться из этой ситуации уйдет в такую точку что называется невозврат а потом доставать себя будет оттуда очень сложно и поэтому не нужно экспериментировать вот при острых каких-то состояниях с голоданиями да я не рекомендую а вот как раз подготовившись допустим ну пропив например хотя бы каменное масло пропить и дайте организму нужное количество микроэлементов для того чтобы он немного воспрянул чтобы у нас жил разберитесь более-менее с питанием поймите почему где ваши основные ошибки почему у вас этот дефицит возникну что хотя бы основную причину уберите скорее всего в кишечнике завал то есть там не нет полноценной работы то есть нужно поработать хотя будто в сосновой с базой и потом уже пробовать короткими голоданиями усиливать и решать эту проблему это реально наш на магазин трав до доставляет сборы все травы до вас доставляет по всему миру так что сможете заказывать но здесь вопрос срочный по поводу отравления смородиной или арбузом что делать и пока на воде хорошо глиняную воду делайте чайную ложку белой глины на стакан горячего на стакан воды и маленькими глотками пейте и тмин с кориандром тоже было бы даже нет ягоды можжевельника лучше смотрите пост не так давно было на картинке ягоды можжевельника давайте восстанавливайтесь у вас есть желание уйти в полное неедение у меня было такое желание но я все-таки я понимаю что я могу это сделать но для меня этого пока достаточно то есть мои возможности наверное в этом плане есть существует но есть много нюансов то есть люди которые уходят в неедение я изучал опыт и общался со многими сыроедами потом из которой перешли на прану продагедами да так называемыми и что показывает мой личный опыт и мои личные ощущения то есть когда человек полностью отказывается от пищи от воды ну от воды он не может отказаться полностью там какое-то время от пищи допустим да у него начинает теряться связь с земным планом то есть ему становятся не интересные вещи которые ну которыми живут обычные люди ну я не говорю там о каких-то ситхах которые в пещерах сидят и йогах вечно медитирующих и прочих вещах я говорю о людях которые пробовали вот при относительно обычной жизни пробовали неедение какой-то период они выдерживали но потом возвращаясь потому что их отрывает земного плана и то же самое у меня много земных задач да он четверо детей куча проектов которые нужно ну решать которые нужно двигать и и если я уйду в неедение естественно я потеряю интерес полностью к всему земному и ну пока что я не вижу в этом особого смысла то есть ну тогда буду считать что моя миссия здесь на земле уже окончена и можно уходить не ведь не едини например получить там опыт пока этого необходимости нет человек должен заземляться заземляемся мы так или иначе через еду вопрос какую еду да пусть он там две три троинки блинки съедает да и все но он в любом случае он будет он будет на земном плане его земля будет поддерживать напитывать и он будет получать нужную для него информацию он будет дееспособен до выполнять какие-то там свои определенные задачи и цели каждого не свои но тем не менее когда мы полностью все от еды отказались нас отрывает и мы куда-то там улетаем стремимся на более тонкие планы миры здесь уже неинтересно становится то есть нужно понимать что просто так не едини и да но скорее всего невозможно здесь оставаясь здесь вот как бы в обычной жизни да то есть многие люди пробовали все возвращаясь потому что все либо и надо туда либо вернуться обратно много очень комментарии что владимир вы классный мужчина вы классно выглядите в общем много 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 таких сообщений как понять что в организме есть дефицит микроэлементов но есть признаки такие очень характерные да когда у нас начинают волосы истончатся выпадать зубы портится но как бы быстро темней то есть надо регулярно сходить к стоматологу ногти расслаиваться это все в принципе признак того что у вас дефицит микроэлементов и в основном дефициты возникают из-за того что плохо работают кишечники соответственно потом печень и вся желче образующая система плохая работа основных наших органов она приводит иди и питание несбалансированное она приводит к кассу дефициту основных микроэлементов должна быть пища очень разнообразной очень разнообразной вы не должны есть что-то вот тут зацикливаться на там двух-трех продуктах и считать что вы все уже моноед и вам достаточно этого это большая ошибка то есть будет потеря однозначно микроэлементов не может организм быстро перестроиться там допустим на один-два продукта это возможно но это достаточно длинный и сложный путь и не каждому он доступен поэтому здесь нужно вот опять же комплекс мер для того чтобы сначала понять что у вас дефицит микро макроэлементов основных там витаминов и потом решить этот вопрос тем чтобы разнообразить свою пищу навести порядок кишечники и и допустим пропить тоже каменное масло которое вот мне лично очень нравится вы можете в нашем магазине кстати его купить почитать за него это природная субстанция просто уникальная по своему составу там огромное количество микро макроэлементов нужно правда подготовить свой организм потому чтобы все полноценно усвоилось то есть вот восполнить все дефициты основные первую очередь и потом стараться их не допускать а понять что их нет это конечно в принципе не сложно да потому что вы чувствуете постоянный упадок сил у вас нет желания действовать творить в утром просыпаетесь и энергии нет то есть это уже такой вот показатель того что у вас чего-то в организме не хватает светлана меня тут слепит телефон ну что были бы вы министром здравоохранения всей планеты какой был бы чудесный этот мир спасибо у нас уже зеленский пошел в президенты украине так хорошо по всем вопросам кто хочет участвовать в курсе который завтра стартуется курс по голоданию помните что у нас еще я провожу этом курсе одноразовую встречу где даю рекомендации по женскому здоровью как выходить на травах как восстанавливать гормональный фон можно ли пить витамины на выходе из голода чтобы повысить мое мнение по поводу искусственных витаминов и вообще всех бадов которые там в капсулах продаются в баночках упаковочек в общем все что производится на на предприятиях фабриках даже вручную это не подходит для нашего организма и он по большому счету ничего оттуда не получит то есть вот что происходит да когда вы идете допустим сдаете анализы или проходите обследование на дефициты витаминов и вам назначают пропить допустим там даже пусть а супер качественные витамины д этом е там прочие что происходит по их пропиваете они в балластной форме циркулируют вашем организме то есть они действительно есть в крови вы потом сдаете анализы и вам говорят все ок отлично все у вас теперь в норме витамины все в норме но на самом деле это обман это называется лечить анализы до или лечить показатели то есть вы обманули сами себя по большому счету пропили то супер дорогие витамины вроде бы даже как бы вам лучше стало потому что это плацебо есть так далее то есть но на самом деле как были дефициты в вашем теле так и не остались уже причину не основной не убрали почему не возникли а а вот эти все вот искусственные пилюли а они ну они просто не способны наполнить наш организм нужными веществами потому что это не природой создана только вот то что мы можем получить из еды то что мы получить из трав то что мы можем получить из природных субстанций там вот допустим тоже каменное масло белое мумио да пропить или там другие минералы вот это может нам дать вот как раз вот тот же витамин д дадо даже если он будет получен из продуктов животного происхождения сырых там избранных да иногда это тоже необходимо когда человек не может из растительных продуктов получить там некоторые витамины если тем более он живет на севере и без солнца да то есть это тоже тоже нужно учитывать то есть очень много факторов и регион проживания и прошлый образ жизни и прошлые заболевания и ну и плюс там до психосоматика прочие вещи которые не дают полноценно усваиваться из хороших даже казалось бы продуктов витаминов и минерал поэтому искусственные витамины не работают это мое мнение которое принципе я пришел уже достаточно давно и считаю что он незыблемым так и останется кормящим мамам можно курс по чистке печени и голодания да можно кормящим мамам я вообще очень люблю кормящих мам они самые активные они сами самые замотивированы кстати когда я только начинал наш курс вот этот еще пять лет назад каждый месяц проводить первые мои участники это были кормящие мамы их было всегда много и почти каждый курс они участвуют потому что они хотят чтобы их малыш получал хорошее качественное молоко и это здорово и они хотят почистить свой организм и то что там во время голода токсины будут попадать в кровь и отравлять вашего малыша это неправда самом деле все проходит достаточно мягко комфортно единственное что сухой голод может у вас не пойти при кормлении но но с водой все получится у нас заканчивается наш эфир я вас очень благодарю со светланой за этот за эту встречу надеюсь что вы получили ответы на свои вопросы и всех мотивирую оздоравливаться очищаться голодать и получать самое совершенное здоровье для того чтобы оно вам помогало выполнять все свои мечтания